Знаменитый актер Чарли Шин признался в своем положительном ВИЧ-статусе на известном ТВ-шоу. Чарли рассказал, что еще несколько лет назад он начал подозревать неладное из-за общего ухудшения самочувствия и внезапно появившихся головных болей. Друзья не поддержали его, а женщины, с которыми у него были близкие отношения, обвинили его в сокрытии болезни. В СМИ даже есть информация о том, что не менее шести женщин намерены подать иски против Чарли Шина по этой причине. Бывшая жена и мать его двоих детей Деннис Ричардс не выдавала бывшего супруга, хотя и знала о болезни. Для общественности признание актера ВИЧ-инфицированности не стало большим шоком, ведь всем известно о разгульном образе жизни Шина, а также о его пристрастии к алкоголю и запрещенным препаратам. Чарли признается, что сейчас он усердно лечится, принимает необходимые лекарства и завязал с запрещенными препаратами. Единственное, с чем он пока не может справиться, так это со своей тягой к алкоголю. Томас Нойверт, более известный как Кончита Вурст, победитель конкурса песни Евровидение 2014, признался в положительном ВИЧ-статусе в своем инстаграм. Бывший бойфренд Томаса шантажировал его тем, что расскажет общественности о диагнозе звезды, поэтому певец предпочел все рассказать самостоятельно и не быть разоблаченным. Оказывается, Нойверт является носителем вируса уже много лет, но необходимая терапия позволяет ему хорошо себя чувствовать. После признания в диагнозе Томас испытал большое облегчение и теперь надеется, что станет вдохновителем и поддержкой для других ВИЧ-положительных. Певец считает, что у него есть прекрасная семья и надежные друзья, которые всегда рядом и поддерживают его. В 2003 году вирус иммунодефицита был обнаружен у известного телеведущего Павла Лобкова. На тот момент он работал на телеканале НТВ и проходил обследование по программе добровольного медицинского страхования в поликлинике управления делами президента России. Как только врачам стало известно о его болезни, они сухо заявили ему об этом и открепили от программы медстрахования. А в 2012 году канал НТВ не продлил с ним трудовой контракт и Лобков перешел работать на телеканал Дождь. Там в эфире 1 декабря, во всемирный день борьбы со СПИДом, он публично признался общественности о своем ВИЧ-статусе. Теперь Лобков сталкивается с большими трудностями в плане медицинского обследования и хирургических вмешательств. Ему понадобился год, чтобы найти врача для установки зубных имплантов. Актер театра и кино Александр Исаков внезапно для всех скончался в возрасте 40 лет. В течение месяца официальной причиной смерти называлась запущенная двухсторонняя пневмония, а также бездействие врачей. Но позднее коллеги актера рассказали об истинной причине трагедии. Оказалось, всему виной прогрессирующая ВИЧ-инфекция. Исаков всегда тщательно следил за здоровьем, поэтому для многих эта новость стала настоящим шоком. Коллеги вспоминают Александра как очень жизнерадостного и активного человека с отличным чувством юмора. Однако о личной жизни он не любил говорить, и некоторые сплетники подозревали его в нетрадиционной сексуальной ориентации. По некоторым данным, у Исакова есть маленький сын, который живет вместе с мамой. Телеведущий, журналист и директор благотворительного фонда Speed Center Антон Красовский также заявил о своем ВИЧ-положительном статусе, с которым живет с 2011 года. Это заявление он сделал спустя 4 года после признания в нетрадиционной сексуальной ориентации. Главная цель благотворительного фонда Антона – прорыв информационной блокады в вопросе ВИЧ. Для Красовского важно донести до людей, что такое ВИЧ, как от него защищаться, а также как жить с этим диагнозом. Антон признается, что ему пришлось пройти через унижение, связанное с его диагнозом. И он намерен доказать, что ВИЧ – это болезнь, а не преступление. Лика Добрянская стала чуть ли не первой актрисой в российской киноиндустрии, по официальной версии умершей от СПИДа. Где и как она могла подхватить этот смертоносный вирус, неизвестно. Ведь Лика пропагандировала здоровый образ жизни, была замужем, растила сына и серьезно занималась йогой. За свою короткую жизнь она успела сняться в нескольких сериалах, поучаствовать в театральных постановках и провести телевизионный проект «Детская йога» с Ликой Добрянской. Рождение сына расстроило их союз с актером и режиссером Егором Грамматиковым. К тому же ходили слухи об изменах Егора, которые гордая Лика простить не смогла. После смерти Добрянской актриса Анна Козючиц заявила, что ее сын Илья рожден от Грамматикова. Несмотря на тяжелую болезнь, Лика Добрянская до последнего снималась. Последней ее работой стал телесериал «Школа», в котором она выглядела очень изможденной. Через три недели после съемок она умерла в больнице в возрасте 39 лет. Ирвин Джонсон – известный баскетболист и олимпийский чемпион 1992 года. Он прекратил спортивную карьеру, как только узнал о своем положительном ВИЧ-статусе и в 1991 году объявил о своем диагнозе во всеуслышание. На тот момент многие полагали, что Ирвин не проживет и года, но он до сих пор с успехом продолжает бороться со своей болезнью и принимает специальные препараты, блокирующие развитие вируса. Мало того, теперь он успешный предприниматель, а также создатель фондов помощи больным ВИЧ. На данный момент он отдал на благотворительность уже более 10 миллионов долларов. Ирвин проводит информационные кампании в школах и в университетах по вопросу защиты от ВИЧ, а также активно призывает инфицированных действовать и не сдаваться перед лицом болезни. Прославленный американский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Луганис узнал о своем диагнозе еще в далеком 1988 году. Будучи осведомленным о своем ВИЧ-положительном статусе, он взял две золотые медали Олимпиады. Никому не говоря о своей инфицированности, он прыгал в бассейн с разбитой до крови головой, чем позднее вызвал осуждение общественности. Несмотря на то, что по мнению медиков он не подвергал тем самым опасности других спортсменов, многие не оценили поступок Грега. Луганис признался в диагнозе только в 1995 году в своей автобиографической книге, а также публично принес свои извинения в содеянном. За год до этого он совершил каминг-аут по поводу своей нетрадиционной ориентации. Сегодня Луганис далек от мира спорта, но все еще ведет активный образ жизни. Он прекрасный кинолог и создатель шоу с дрессированными собаками. Участница знаменитой немецкой поп-группы No Angels Надя Бенаиса узнала о своем страшном заболевании еще в 1999 году, будучи беременной. В последующие годы у нее было несколько отношений, но ни одному из своих мужчин она намеренно не говорила о своем ВИЧ-положительном статусе. Одного из своих партнеров Надя все-таки заразила и он обратился в полицию. Артистка была арестована и приговорена к двум годам условно за принесение тяжкого вреда здоровью, а также к 300 часам исправительных работ. На суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, а после судебных разбирательств в 2010 году покинула группу No Angels. Легендарный писатель-фантаст, уникальный человек, во многом предсказавший будущее человечество. Айзек Азимов умер в 1992 году от сердечной и почечной недостаточности. Развившийся на фоне спида заразили Айзека во время операции на сердце. В 1983 году ему была перелита инфицированная донорская кровь. В 80-е подобным образом заразилось множество людей, так как в те годы медицина еще не была способна выявить неизвестный вирус в крови донора. Айзек не вел разгульного образа жизни и так нелепо заразился этой страшной болезнью. Родственники Азимова долгое время скрывали истинную причину смерти, чтобы избежать ненужных слухов. Ведь в те времена спид считался болезнью людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Только в начале 2000-х вдова писателя раскрыла тайну смерти своего мужа. Чтобы не пропустить самые интересные новости, не забудь после подписки нажать на значок колокольчика.